Это, кажется, все учатся, имя генература опять обязательства. Это у нас, кто бы сегодня наш. Нет, можно остановиться на бакалавре, но это тогда специальности не будет. Просто высшее образование. Это вот эти штучки. А эта штучка надо Игорю отдать с хлебушками. Это Игорь надо отдать, Дубанович. Это девчонки. Он приносил. Всё. Без Дубанов этой песни не идёт у вас. Да, нету голоса главного. Ну, вы достаете сборник добрать? Да, идём по-моему. Песня у вас не идёт. Нужно? Да, я вытирать буду. Я буду подгибать. Вечная слава. Вечная слава, Слава Христу. 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 Вечная слава Христу. Вечная слава Христу. Вечная слава, Слава Христу. Вечная слава Христу. Вечная слава, Слава Христу. Вечная 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 слава Христу. появится. Вот теперь все нам покажет, кто он такой. А теперь что? Ну, как что? Ну, вот если нет конца света, нам устроим газ, зарим, зарядим в метро, и людей всех потравим, конец света будет. Это все придет. Но здесь апостол Павел Нравственности только заговорит от счастья где-то. Главное доказать, что Христос это первый священник. Нам нужно доказать, что у нас рукоположение идет от Андрея. Она ездит. Сектантам это не надо. Они как евреи, они ничего не принимают. А какая разница тут? Вот это вот по-сектантски. Это вообще ненужное послание. Люкер все упер в веру. И правильно сделал-то. Вера, слышали я. И дальше не пошел. С верующим в Сына Божий и веже извеченную. Говорят, эта мысль ему пришла, когда он был паломником, и где-то там в Риме по ступеням пол заползал-то. И как вспышка озарила его. Да не этими крестными ходами, ни паломничеством, ни мощами, ни монашеством. А он-то монах был. Верою. И это как по обращению было. Понимаете? А трехлется от монашества, женится на монашке, шесть детей приживет. Ну, полностью доказать. И он не мог. Наконец читает. Вера без дела мертва. Вот тебе и все. Яков говорит. Без дела мертва. Он ничего не мог сделать. Посчитал, что это не от Бога послание. Как сегодня сектанты. Перевод неправильный. Вот ему говоришь, вот написано, земной шар, на всем земном шаре, третье езра, 11-32. Никак. Никак. То есть ложь. Ложь вошла, ложь от сатаны. Он не признает. Я говорю, ну как космонавты? Космонавты были. Ну и как они? Они никуда не летали. С ними договорились, всем платят пенсию. Машины там дают, там правительство. Багагарина во всем мире встречают. Ну, ты понимаешь или нет, что за этим полетом следили. В Италии следили два брата. У них аппаратура была своя. Они слышали, сколько до него 12 человек погибло до Гагарина. Посылали, они сгорали. Их именно нигде нету даже. А они их слышали, как они там горели и кричали. И записали это все. А зачем это нам говорите? Затем, чтобы мы уперлись в главное. Люди, которые не знают церкви, они сомнят. А мы церковь. Я говорю, а как называется? Новая жизнь. Сюда она пришла недавно. Нет, церковь и новая жизнь. Я говорю, в соседнем районе, Павловском, у них газета называется районка. Новая жизнь. Начинаю говорить, она потускла совершенно. Она ничего не знает. Но она знает, что Потапов Сергей Сергеевич, их руководитель, он единственный правильный. Теперь он епископ. Он не ленинам еще, как говорится, не был дня. По православному. Ни одного поклона не положил. Ни одного поста не было. Ни одного канона не знает. А какая разница? Мы тоже изучаем Писание. Я говорю, что-то узнали. По порядку задаю пять вопросов. Ни на один ответить не может. Не может. А мы тоже изучаем. Ну, как вы изучаете? Пишел, поспал, ушел. Я его знаю. Он выглядит, как настоящий христианин. А так вы сейчас сказали. Я говорю, выглядит он. Он такой сухощавый, такой, ну, прямо, видно, что он постится. Его видно. Я его проповеди не слышал. Ну, сказать-то сказал. Ну, какая же вы церковь-то? Когда вы начались церковь? Ну, как когда? Уже 20 лет. 20. А у нас, я говорю, 20 столетий прошло. В Северской горнице. Молчок. Христос, просто доказал. Вот. Христос говорит, глава, а церковь тело. Вы это считали? Ну, да. Я говорю, Колостина, ванила 17. Так, у головы сколько тел? Одно тело или два-три? А выше на одном теле три головы, там, семиглавые бывают, и змеи. А здесь наоборот. Глава одна, вы Христа не разделяете? Нет. Ну, а почему? Вот, тело было образовано, да. А теперь, спустя 20 столетий, вы опять же, что вы образовались? Ну, вы называетесь как общество, вы чистивы, общество чистых, Пуританию называли так себя. Ну, чем-то отделиться надо. Православные, которые вышли в подполье, назвались мы истинно православные христиане. Так, и ПХ. Коротко. То есть, назвать это можно, но если вы истинные, почему истина-то не приемлется? А почему? Почему вы так думаете? Мне думать не надо, не надо, уже пришел. Я сын Божий, он, как Христос говорит. Он пришел. Зачем мне думать тут, когда он пришел? Мне не надо больше ничего, ни паспорта, ничего. Я поверил внутренне. Но мне должны доказательства. Теперь ты их и получишь от другого только. Семиглавого. СД. Вот, вот это рассуждение, которое должно нас тронуть. Кому это нужно? Первосвященник. Когда я на улице буду говорить, меня ни один не будет слушать. Да не на улице, а так, к евреям, евреям, которые обрезанных детей имеют, которые с детства слышат это все. А что они не нарушают? Нарушают. Я-то не об этом сейчас спрашиваю. Моисей иногда шел умышленно на нарушение. Да вы что? Я говорю, написано. Как должно быть? У Адама сколько жен было? Ну, сколько? Одна. Ну, вот одна и дальше одна. А как было? Картошку два раза пережарила, можно выгнать жену пинком ее, и дальше, как он мусульман делает, говорит. Через забор три раза крикнул. Я развожусь. Он слышал. Три раза. Все. Я думаю, она когда услышала это, она становилась, Махамат, я слушать тебя, буду там, и какое-то, другое имя. Будут слушать. Все. Так, сосед, я не развожусь. Все. Суд закончился. А Моисей, говорит, разрешил давать письмо. А где только? Нигде нет. У Моисея дал. Почему? Пашисты хотели? Они стали убивать жен. Ну, что я с этой буду жить-то? А вот это мне лучше. А это, как развод, говорит, по-итальянски. Заказал, убили, да и все. И теперь мы говорим, возвращаемся сюда. Апостол Павел знал все законы. И знал, доказать ничего нельзя, пока не докажешь, что Христос первый священник. С переменой священцев, он говорит, а не с отмены. Отмена и перемена. Разве сейчас есть? Ну, отмена. Отмена завтрака. А перемена, это другая пища. Ну, что-то, молостная была пища, сейчас постная. Перемена и отмена. Павел говорит, переменили. А где перемена? Они-то отрицают Павла. Я с одним беседом беседовал с Баптистом. Устоп Леонид, даже могу назвать. Он, видимо, умер уже. Не обидится. С Павлодара. Мы с ним долго беседовали, он все принимал. И со мной как-то стояли там, так я вот так подвел, не знаю как. Он со мной рядом стоял. И который больше всех нам противился, он прям близкий был, у меня ночевал всегда. Я говорю, это-то как, понимай. Павел так говорит, и он как сорвался, там один Баптист при нем, это все Павел натворил. Там, постой, ты кого? Кто натворил-то? Это Павел же, Павел. Ну что Павел-то говорит-то? Ну, у нас же не так. Ну, почему наше должно напереди, а Павел где-то сзади будет? Наверное, надо к Павлу присматриваться. А то Павел все натворил. Из всех апостолов, худый мимим, поминает сегодня только одного апостола. Вот этого вот. Два миллиарда людей сегодня его терпеть не могут. Я им открываю, какое место Павла. А то Павел написал. А почему? Он разбивает гребетки все так называемые религии. Он ничем не оставляет нигде. И надо довериться этому. Мы верим в канон священных книг. 14 посланий Павла. Он к евреям доказывает, что Христос есть истинный первосвященник, но не по чину Ааронова, а по чину Меркоседека. И доказал это. Я считаю, не веские доказательства. Павел, других нет. Мы даже беседуем с сектантами на один вопрос ставить. Есть ли у вас рукоположенный епископ? Только один. Если нет, дальше мы смело говорим вы не церковь. А раз не церковь, о чем мы с вами разговаривали? То вы не церковь. Вам нужно в церковь пойти. Тогда оно начнет приниматься. Они не в церкви. Вот один такой из баптистов, я скажу, что хороший баптист. Ну а тут в 15 томе кто как обратился. И у Нагаева Мария. И ей звонят из Америки баптист. Так это вы сами написали? Так. Она прям сразу перешла. Так. А вы кто? Я баптист. Вы не церковь. Вы должны прийти и принять православие. В Нагаево Мария. Вот это да. Мария Яковлевна знает лучше. И он не стал спорить. Вообще хороший. А я ему доказала. Православие правильное, а вы неправильное. Она даже не знает как назвать их. Поэтому вот это вот основное. Мне вчера зашел с Украины один юноша. Ну редко такой. Молодой. 23 года. Такой видный из себя. Бородка маленькая. Видно. Даже не трогает. Она такая у меня говорит. Вопросов столько задает. И главное на наших ресурсах давно и по нашим. Вот вы здесь говорили так. Знаете? Вас сильно за это гонят. А я с вами согласен. Это по слову Божьей. Еще что-то. А вот тут я не согласен. Дальше поговорил. Но я тогда посмотрю. Ну видно совсем молоденький. И мы сейчас в 40 кажется прогеседовали. Я до утра закачивал. Встал утром встал у меня закачиваю. Зайдете и посмотрите. Его даже видно где-то. Это как бы Тарасий в этом возрасте. Такой вид у него. Вопрос за вопросом. А почему ты православный? Конечно. А вот Порошенко это ездил и в Арфоломею там кому-то сказал чтобы автокефалию дали этой украинской церкви-то. Вот все придумали так сказать. А я говорю а я за. да как за. Да вы же. Я не понял его. Я понял что которая Московская патриархия подчиняется. А их говорят вы отделитесь от него. Я говорю каждая епархия отдельно может быть. Нигде нету в Библии чтобы Фома подчинялся Павлу а в Арфоломе подчинялся Петру. Нет они все одинаковые. Зачем разделение-то? Ну пускай считается старше по старшинству главнокомандующий. Это не влияет. Еще вопрос. Я уже гляжу больше часа. Я говорю ну наверное расставаться надо. Это еще один вопрос. И так у нас все спокойно нигде не спорят. А вот тут я опять где-то не согласен. Я говорю да я слышал это дело ну как-то вроде бы может ну нет а как вы на этот фильм смотрите еще один я сказал ну искупление как там страсти Христова я говорю а мне он не понравился да вы что мне тоже не понравился а дальше я считаю вот как считаете актерство это это не божье дело а Хлобыстина давно надо вытащить оттуда юродивый бритый но есть фильмы в которых я не могу еще сказать допустим Иеремия есть фильм Авраам Моисей Иосиф они на библейской основе это даже не артисты а почему Златоуз против потому что они какие-то ставили такие кинокомедии что женщины в бассейне голые купались а он на это и говорит то вы нас смотрите и сам Златоуз говорит а потом придете да Гришина это веха на тебе не нужна охота в театр опять посмотреть порнографии это не было рисунков там он на месте смотрел вот что Иуда Менгур где там что такое увидел телекамагридеши 58-го года выпуска английский там я и забываю что я фильм смотрю прям наяву Иисус этот фильм самый лучший по Евангелии от Лутии поговорили как будто бы согласился хорошие фильмы хорошее христианское со страхом Божьим искупление для Ирии искупительный фильм вот Бог дал его вчера в первый раз а я уже несколько лет вот здесь смотрю почти каждый день такие люди приходят другие вышли она все приняла от нас женщина ее фамилия Голубева фамилия-то прям моя Голубева Екатерина и она уже там с кем-то работает а ее один священник увидел она по нашей форме два платка все как положено а ты откуда будешь она говорит я местная все так одета то есть у нее без платка там это как нормально это а кто у вас духовник она назвала он еще забить ее надо а никак не может ее взять но тут она отошла и вот одна сестра и говорит священник увенщик я за киоском встаю он мне предупредил чтобы этого не делала это людей отталкивает она говорит наоборот люди больше подходят и спрашивают а то другая это в школе работает и вот сейчас вышли они мне неделю назад как они одеты как будто от нас вышли да еще с одной женщиной такие вопросы все стоит в интернете видела да вот как то есть начни с этого хотя бы внешне да как какое значение имеет ну сегодня считали Петр спал как скованный едва рядом вот наручник здесь надевается когда ведут какого-то а другой конечно на другого полицейского он не может нервиться когда двоих он с тобой не потащит наручники надеваете на полицию на эту и он так же там был спал и вдруг тогда электричества не было в комнате темно было и вдруг все уснули осияло и он видит ангел стоят и он и он вновь наручники все рухнули и эти не проснулись они еще не знают что это будет они уснули смертным сном их ир обезглавит теперь он говорит встань встал что делать дальше пойдем скорее нет сначала подпоешься ну неужели пояс важнее жизни нельзя разговаривать это я уже добавляю как бы а почему добавляете более понятную картину допустим разбойник первый вошел в рай а когда воскресенье это было уже там многие святые в Иерусалим они туда и поднялись потом они заходят а разбойник узнает ты что пошел сюда грабить никого в районе ты один тут ходишь как бы такой разговор ведут это понятно что первый разбойник так и здесь и что ну как показывает конкретно сегодня мы слышим как идет исцеление какие вопросы ворота отворились он выходит и все еще думает ведение и когда ангел вывел его на улицу а потом никого нигде нет тогда пол понял это не игрушка это на самом деле и кому пришел есть такая загадка где молились верили а получили не поверили они молились за Петра что завтра казнить будут его но они верили в это бог селит а когда постучал там служанка выскочила кто тут я Петр пришел открывай скорее Петр никак мы знаем 16 человек охраняют его 4 щитные риса она опять прибежала Петру дворей как служанку звали рода 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 нашего народа или нет они начали приходить в уме или нет его там охраняет завтра и говорит написано что убил Якова и Игорь увидел что народу это нравится надо же народу нравится когда убивают миссионеров им нравится я испытал на полную катушку от этих которые называются миссионерами фальшь сатанинская как они на мне нападают этого не представишь все не так вот смотрят не так каждую мою заплату обсуждают фыркают плюются и узду сбросили ну самое кажется там даже слова нельзя сказать а почему оно не вмещается не вмещается а язык это лопата которая гнильцы выбрасывает из яма и теперь он побыл у них рассказал так братья куда да ты наконец в пригород туда утром паника нету и говорят казните их всех 16 вот миссионер он работает не столько с людьми как с Богом я 55 лет доходил до этого смотрел местописание жития святых я нашел миссионеров единицы но на них все держится он сказал Петр 3 тысячи обратилось опять следующий 5 тысяч понятно что и у миссионеров разное но у него ничто не мешало рыбак святый и он на себе ничего не припишет я по делу говорю поэтому надо просить у Бога милости чтобы были проповедники были благовестники если Богу уж так угодно совершил чудо дал миссионеров если миссия будет значит даже мы представить не можем ну представьте весь север Иннокентий один пришел Касаткин Николай вся Япония поднимает и встречается и грозятся и убить ничего Бог хранит поехали Евреям 7.28 Ибо закон поставляет первосвященниками человеков имеющих немощи а слово клятвенное после закона поставило сына на веки совершенного толкования что это значит то что он принес в жертву за грехи людские а не за самого себя однажды говорит священнодействовал после же этого воссела ясную отца как Господь чтобы ты слышишь что он священник не подумал что он постоянно стоит и священно действует показывать что он стал священником по домостроительству когда же домостроительство было окончено он снова воспринял собственное величие чтобы ты не подумал что хотя однажды принес однако и за самого себя то теперь доказывает что не за собственные свои грехи принес ибо закон поставляет первосвященниками простых людей имеющих немощи то есть тех которые не могут противостоять греху но которые сами как немощные подвергаются падения он же как сын будучи так силен как может иметь грех а не имея греха для чего бы он принес жертву за самого себя но и за других не много раз а однажды как всемогущий он через единичное приношение жертвы в силах был совершить все под немощью разумей как во многих местах говорит сам павел грех и даже смерть ибо как первосвященники по закону смертные немощные то они и сами не были безгрешными и других не могли очистить он же бессмертен и силен послушай и то что следует далее наблюдай противоположение там закон здесь слово клятвенное то есть вернейшее истиннейшее там люди конечно рабы здесь сын разумеется господь там немощные то здесь притыкающиеся имеющие грехи повинные смерти здесь же совершенный вовек то есть вечный всемогущий не ныне только но всегда безгрешный посему если он совершенен если никогда не согрешает если всегда жив то ради чего он принес бы в жертву принес бы жертву за самого себя или вообще много раз за других вопросов вот как считаешь запомнить не можешь на определенные моменты какие-то надо золотые стихи взять его несколько раз повторить запомнить и опять на этот больной вопрос вот они находятся в Иерусалиме апостол павел говорит самое сильное гонение в Иерусалиме поэтому там остались самые сильные которые стоят апостолы а остальные молодежь брали которых дать им плетей наказать вон отсюда чтобы в городе ни одного не было иначе казни и они написано рассеившиеся ходили и благовествовали не прятались по сараем деяния апостолов 8 глава 4 стих ходили и благовествовали то есть о христе ни одного миссионера там не было а может быть и были но нигде об этом не говорится никак ну а что ну а Филипп в другом месте был и вот здесь буквально роковая стать глава 8 апостолы сидят дома там где-то свидетельствуют собираются люди они на месте и вдруг кто-то говорит да вы слышали в Самаре там обращение такое началось а как так не знаю но так да как это Филипп а Филипп сидит это апостол а там диакон из семьи избраны ты надо же так да как что кто они теперь так Петр собирайся пошли никого не расспрашивают ничего то есть они знают одно что дух святой не сошел на них дух святой сходит через вазерниру но при чем тут руки грешные не права в уроке твоей говорит неправда они не стали говорить они были уверены на сто процентов пока они все двенадцать руки все здесь дух святой не сходит почему Бог установил тебя зачем щамкать почему почему ну Бог установил почему избрал этого меня избрала не вас Давыд когда она мелхола то его осудила разделся прессал перед служанками видели тебя ну как он не договаривает это он говорит я унизился еще больше унижусь меня Бог избрал отца твоего отвертый дом твой и Бог сразу же нажил печать закрыл ее возможность беременеть все да как какой то тебя не надо рассуждать ты можешь ошибиться рассуждения нет он плясал перед ковчегом я говорит унизился унизился перед еще больше унижусь Бога он пошел плясать щетку выбивать я не знаю что там у него было тогда ногами как-то конечно раз плясал не волок а ноги у него были а теперь вот здесь так они пришли и возложили руки и сошел док святой а потом они телефонные что-то не работали смски не пошлешь а когда вернулись и рассказали а Павел когда приходил то о чем мы рассказываем мы ездили туда а вот там знаешь там керосиры там старинный там есть на гробницу Наполеона посмотрели в другом месте там еще где-то что-то а Павел рассказывал о том как Бог обратил людей а на каком именно месте вот я вам рассказывал здесь даже не думал будут росты ну вспомните как раз сегодня и читали это 19 глава это мои 16 они там вместе связаны вот об этом говорит люди спать легли полночь они воспевают Бога вот здесь 6 качеств лидера первое воображение знание умение умение решительность беспощадность привлекательность все согласны совсем на беспощадность никак так апостолы где вы это видели очень просто миссионеры это делают а вы не знаете потому что вы не миссионеры как они когда пошли с ними был Марк Марк это он свойственник был варнаю племянник кажется ему и он дорогой отстал от них как не просто там спрятался видимо сказал я поеду почему то ли о матери соскучился молодой был где-то и ушел к Павлу сюда заноза была еще может не сказал прошло время пришли когда стал говорить какое было обращение сколько общин создали и видимо я бы там был теперь я пойду не пойдешь я хочу ну я тебе сказал ты не пойдешь и было такое разногласие с Варнавой Варнава то его как говорится земелья был его ввел в круг апостолов и все ну Павел я представляю как уважительно все молодой ну я сказал нет беспощадность один раз бросил где гарантия что второй раз не бросит на полпути ну ладно тогда Варнава ему говорит Марк тогда собирайся мы с тобой пойдем в другую сторону а Павел посмотрел вокруг избрал кого силу а зато здорово что светильники два таких не горели в одном месте у Бога промысел чтобы это разногласие возникло и получилось опять две миссионерские группы и тоже Павел пошел как можно это не видеть миссионеры по двое по двое все а на двоих отдел никто не создает он никому не нужен а их учат придумали предмет миссиология я посмотрел они неверующие не просто они такие а просто неверующие и вот они разбирают кого-то надо нападать выйдут на улицу кому-то говорят победить сломить меня упрекают а вот вы сказали Мартин Лютер говорил да он же Мартин Лютер сказал правильно он сказал в мире есть одна книга Библия и одна личность Христос и я это взял значит Мартин говорит ничем не занятая душа хорошая кузница сатаны на СД перейдешь ну он да правильно он сказал так на меня прямо нападают и где-то в газете никто-то епархия местная в Алтайской правде поместили газету ну я им ответил да Клапкин мало того он еще и Карла Маркса цитирует в радиопередаче неведомому богу Павел воспользовался я воспользовался Ленин сказал однажды наши успехи радость от трудовых успехов хорошие слова я их взял меня даже за это упрекают Павел не боялся он говорит из вас один поэт говорит крестьяне всегда лживые утробы ленивые слышишь нет ты наверное все еще там борешься с полицией а раньше главный был в церкви уполномоченный священников ставил убирал мы едем дорогой и отец таким лежал на второй полке ты что-то закричал я говорю что кричишь-то ты думаешь что тебя уполномоченный за ногу потащил наверное не знаю но и во сне то и вот здесь надо понимать он беспощаден Павел был а его в этом никто не упрекнет я сказал нет на таком деле ты нас бросил ты понимаешь как ты нам нужен был я беседую кто-то обращается надо отдельно беседовать никого нету сегодня так миссионер едет а ему помощь бывает до 100 человек как Билли Грэгхен они начинают в народе кто-то покаялся по-своему но они не православные но у него много хорошего было можно взять вот я знаю уличный проповедник который выходит и кричит там в стумбу где-то он миссионер или нет я не знаю но проповедник отличный его нельзя остановить его полицейские мы не против ты только потише маленько он сразу вот подошли и говорят что птише Бог говорит возвысь голос на вершинах вот это как в перестройку был один мужик ораторствует пойдешь мыла нет гвоздей нету дожились а там двое стоят один подошел если бы раньше было тебя бы шлепнули стенки и все вот дожились даже шлепнуть нечем все даже из любого слова я когда беседую заочно заочно не лично с Александром Глебовичем Невзором он там православие в пух разносит и я у него многое нахожу хорошее я об этом говорю и на вопрос отвечаю они молятся может о смерти его я говорю наоборот бы там Чаплина Кураева всех таких умниц собрали бы созвонились и сказали Александр Глебович можно с вами поговорить она домой или к нам приди нам нужно вас просто записать он не откажется он везде выступает и тогда мы ему сказали Александр Глебович мы благословились у патриарха выскажи нам все наши мерзости расскажи кто мы ты же говоришь везде мы это все запишем вынесем на сенат и будем обсуждать чтобы избавиться от этого они а он учился в семинарии отец он или кто был генерал КГБ у него а он теперь везде в конфликтах в Денистровье в Чечне везде участвовал понятно такого человека я в нем ничего не видел хорошего а вы почему я не хвалю я просто говорю он полезный говорит вот эта музычка Сашка Билый расстреляли его никому не подчинялся там прокурора за галстук таскал вот на Украине ну и послали к нему кто там Аваков или как его и убили а меня спрашивают в Москве ну вот вы находите как-то общение а вот с Сашкой Билой вы нашли бы а он что три кажется танка подбил в Чечне российских сколько брали в пленах расстрелял которые там ну за немного еще числится то ему все смерти желали его застрелили я говорю я бы искать не стал я это он настолько он мне близок друг это второй я я бы сказал Саша он моложе меня вот какой ты есть я таким и был но Христос меня от этого избавил я все еще живу а тебе сегодня вечером там где-то я смотрел тухлый карась называется или как кофейня там все окружили его так он еще падал там в темноте и стрелял и прям в бляху попал убили у человека огромный опыт хорошо что Голиапа убил Давыд а Давыд еще лучше если бы он Голиапа перетянул на свою сторону и отправил туда понятно поехали вот дело имеющиеся миссии он везде находит и все старается перетянуть а эти нет искусственно ищут и теперь начинает долбить они на этом навар свой имеют воин православие отборки защищает он еще не защищает он разлагает его на меня кажется три раза наезжал и находились люди которые заступались и он сразу отступал и говорит ну я тогда не знаю а кого не знаю когда был Барнауле его тут приглашали кто тут ходил ну вот приглашали когда у нас занятия шли это он говорит 50-ники когда выходили он говорит посмотрите не утащили или что-то ручки понятно проверьте говорит у них карманы ручки своровали шут гороховый я его назвал вот и все больше ничего нету не то что у него там горошек много а такое выражение да есть такое выражение клоун давай от религии и он у меня наваливается московской патриархии но открыто ни разу не вышел всех друг против друга натрапливают уже все доказано только за рубежом там такие организации там прописарай все показывают как он учился когда приходил где что было сколько он в шизофрении в больнице содержался там его никакой но он выгонен кому кому надо тайно разлагать православие ну патриарх не может не знать такой умницы ну маленько глянь кто он сектовед на такой должности вообще нигде нету но сектовед он про них все знает главный сектовед ничего не знает смешно даже пошли у него все примитив один квартиры забирают людей там все больше ничего нет у него у него что человеку совесть быть и что он просто не хочет жить в этом поганом мире у него даже такого понятия нету всегда обманули и все время к родителям вот безбожным родителям родители ну вы бы хотели чтобы он был в секте родители там с ума сходят да они безбожники что ты их спрашиваешь и он к ним обращается а в первом ряду сидит епископ сидит епископ что-то кивает кивает посмотрит потолок опять кивает что там кивать что он слушает ну ради галочки приехал просто из Москвы больше ничего нету говорят ищут экстремистов вот пришли и говорят а у нас там какие-то баптисты и вот такой дом у них рядом а разговаривают с Дмитрием Смирновым это ближе некуда к патриарху по военным структурам но что вы на них смотрите берите кирпичи бейте окна открыто в интернете его не берут и забирают здесь одно слово какое-то слово скажет кто-то ну там нас сектантами назвал и уже все в корзинку бейте кирпичи это не экстремизм но там же люди сидят где-то он не знает как почему он не верующий если верующий и так не может говорить скрытая пенящаяся злоба где написано есть такой канон говорит с еретиками обращаться кротко да не откроет ли им Господь истины все понятно так скажи я тебя еще обзывал бил вон она знает сидит вот она пожалуйста живая из сектантов покажи ее сам сколько к ним ходил что было и Господь ее подарил а с ней вместе пришли дочери три дочери и сын это уже материн труд тетя Алла Петерина конкретно пошли пошли еврея молодец интересуется все послание к евреям 8 глава 1 стих главное же в том о чем говорим есть то мы имеем такого первосвященника который воссел одесную престола величия на небесах толкование главным то есть головным всегда называется самое важное когда кто-нибудь в немногом хочет передать самое существенное то говорит что он обращает на это внимание во главе всего потому подобно тому как голова хотя и мало по величине составляет важнейшую часть тела так и теперь апостол говорит главное же в том о чем говорим то есть я выскажу самое важное и вкратце обнимающее многое мы имеем первосвященником Бога ибо сидение не свойственно никому другому кроме Бога заметь же как сказав много уничиженного именно первосвященник когда тайствует пред отцом и то что свойственно человечеству восходит к высокому и к тому что свойственно божеству поступает же так всегда как и наставник его в евангелии чтобы через уничиженное руководить слушателем так чтобы он воспринял слово ибо иначе слушатель не понимает если не восходит постепенно через возвышенное же он научает что то униженное было снисхождением престолом же величие называют престол отца или потому что отец мог быть назван величием для него или просто потому что престол величия есть наивысший престол есть положение такое от высших к низшим великое в малом меньше называется такое слово антропоморфизм о человечении вот говорят я сделал так-то а гусь на меня посмотрел гусь сделал это не дома ничего ему мысль человеческая он не может рассуждать так вот показывает в интернете там бассейн где-то два слона муж и жена видна и маленький слоненок а тут борхик ну маленький подошел до воды там прокинулся и хлюпнулся туда а там воды то достаточно как она заревела туда никак и он там где-то отдельно какие-то фрукты ел или что-то отец-то слон бежит ушами вот такими хлопает подбежали а он тот там они тогда вокруг отбежали где проход и через проход туда попа попали его на хоботы и вытащили это все показано это заснято это не придумано так вот в отношении Бога он воссел одесну и с правой стороны позвольте а как определить где сторона когда Бог не объятен откуда она правая сторона ну непонятно что я сказал вот допустим раз два свет в это время шесть с половиной раз по экватору успевает облететь шесть с половиной раз по экватору за одну секунду и есть планеты отсюда за миллиарды лет световых цифры нет а только в степени какие-то да где ему конец нигде он безграничен Бог зайду ли на небо ты там сойду ли преисподнюю и там ты возьму ли крылья зови перестрелись на край неба и там найдет меня рука твоя и поэтому вот это все самое настоящее антропоматическое и вот это надо когда говорится о Боге не спорить ничего Бог сел как он сядет сел был выше теперь ниже ну нет этого у Бога ничего того нет что мы говорим сегодня пойду я завтра пойду нету у него все сейчас в этом моменте ни вчера ни сегодня у Бога нет он вне времени и говорит так Бог разгневался сожалею что сотворил человека зато он говорит Бог не гневается это человеческое чувство то есть если бы он имел это чувство он бы разгневался такую хорошую статую сделал из-за дамы какая бяка получилась ну надо просто ну понимать наши все эти переживания они только в очах Божьей что-то имеют а так ну в первом веке жила какая-то Клеопатра кого он обманывал Слависа Тамара где все даже косточек нету все сгнило а они где-то где-то эти стражники где-то и Ирод он где-то мы-то и воздух наполним и ангелы стоят здесь молятся и лукавые Бог не истребляет я это все имею ввиду где говорится вопросы сняты никогда не рисует Бог сидит старик рядом так сверху голубь каноны запрещают рисовать вот это троицу изображать это немыслимо уже просто это никуда не годится ну а как просто повтори эти слова веру и во святую единосущую нераздельную несоединяемую и какие слова сказали другие не надо вот и покажи смирение а теперь другие говорят а вот у Бога нет сотоварищей сотоварищей поэтому христиане все изменили это не было это придумал Павел почему они так его ненавидят миллиарды людей и так они воспитаны и тысячелетия на этом стоят а оттуда кто-то обращается если он избран по провидению да обращаются и вот она пишет которая говорит я смелюсь назвать его отцом Бога Отца обратилась как фамилия не знаете бывшая жена Пакистана министра какого-то и она обратилась к Богу и там кто-то на беседе был а там узнают кто обратился на утро нашли зарезанный на утро там игры никакой нет вот к нам приходили мусульмане там все больше нету я усмотрел что их там по всей вероятности предупредили это никак это не здесь еще как-то и надо перешагнуть и она как тайно улетела как она с квартиры на квартиру как пряталась и как она внученка взяла и с внученком улетела в Америку и там опять скрылась и написала книгу очень переживательно у меня сад был большой и ребятишки через забор лазили а там разные фрукты ну ничего не успевают убирать дворник-то где-то ну ребятишки отовсюду спать не дают я сказала срубить деревья чтобы не было такая была женщина министр а теперь а теперь обратилась а она всему удивляется Бог-отец отец у нас не деприн это так называть отец я осмелилась назвать его отцом так и книга называется вот нужно научиться так мыслить что вот этот день последний этот час последний все рак в любом последняя твоя и вовек не согрешишь ну сейчас я что-то сделал они что не знают плохо как будет совесть там учить и возвратить ничего нельзя вот у нас фильмы снимал здесь Малашин Юрий Николаевич его называли мозг киностудии документальных фильмов Офи на Сибирске вовек крещения Руси или Глаз попивщик называется по теряйке снимал его что-то там не все как-то жена что-то там была на него и вот он когда уезжал последний раз там где-то какая там гидроэлектростанция это Шушенская а? Шушенская не понял Красноярская еще не слышу ну там в тех местах где-то Красноярский край где-то там Красноярская АГС ну какая-то АГС он поехал не оконченный материал был у него и не вернулся но вот когда уходил а тут фонарь был а там влез это двухэтажная такая-то и где выходить там свету не было а церкви-то там был и жена когда прощалась и он помахал и одна кисть руки-то и комашет и больше нет это навсегда теперь у нас помнило сколько там было разговоров сколько неправильно где не подчинилась ее близко знала вот эта у нас была малютина вот и что можно сказать на это Раиса Юрьевна я ухожу и ухожу навсегда и дети должны помнить ваша мама пошла куда-то вот она пошла ребенку купить молоко видели она вышла здесь пошла в молочный магазин по сегодняшний день нигде нету плохо жила или как хорошо с мужем всегда пошла для ребенка купить молоко все нету нигде по сей день нету что было как она кричала никто не знает дальше никто ее не зафиксировал нигде а вот если была бы она зашипирована ну где-то на руку у людей не то что отречение а просто ее бы сейчас только нажали и чип зазвенел и где она шла весь след мы показали синусоиду эту я не за то чтобы чип был я говорю вот как собака мы ездили она зашипирована была у него и она прощупалась у него там ампула такая в загривке Сережина поехали Евреем 8.2 и есть священнодействователь святилища искини истины которую воздвиг Господь а не человек хорошо так толкование как земные первосвященники входя во святое святых служили так и он поисине есть служитель святых истины при небесных святилищ казалось бы Павел здесь противоречит самому себе ибо вначале сказал кому когда от ангелов сказал Бог сиди одесную меня не все ли они суть служебные духи евреям первая глава 13-14 как бы давая понять что служителю не подобает сидеть теперь же сказав воссело одесную престола снова представляет его служителем итак каким образом говорит это если не по совершенному снисхождению к слушателям и смешивая уничиженное с высоким а некоторые поняли святым служитель то есть освященным им большой буквы людям ибо говорит апостол Павел он наш первосвященник здесь ободряет уверовавших иудеев ибо так как вероятно они недоумевали говоря мы не имеем такой скини то вот говорит более великая скиния и истинная само небо ибо ветхозаветная скиния была образом этой и ту водрузил человек или веселил исход 31.2 или Моисей это уже Бог здесь же заметь согласно святому Иоанну Златоусту что небо и не движется и не шара видно ибо выражение воздвиг исключает и то и другое евреем 8.3 всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв а потому нужно было чтобы Исей также имел что принести толкованием так как сказал воссел евреем 8.1 то что бы ты не счел за обман что он назвал его священником говорит что хотя и воссел однако оттого не перестал быть первосвященником ибо все что свойственно первосвященникам он имеет и как те приносят жертвы так и он принес самого себя в жертву восседать одесную принадлежит достоинству его первосвященство же есть дело великого человеколюбия и кроме того так как некоторые спрашивали для чего он умер если действительно был сыном и вечен то разрешает это недоумение и говорит так как он был священником а священник не бывает без жертвы то нужно было чтобы и сей также имел что принести этим же было ничто иное как тело его самого и так ему необходимо было умереть между даром и жертвами по точному смыслу есть различия ибо жертвами бывают приношения и кровные и мясные или точнее все что сжигается огнем ибо слово жертва происходит собственно от слова которое обозначает быть сожигаемым дары же как например плоды и тому подобное бескровны и не сжигаемы однако в писании и то и другое употребляется безразлично как например и призрел господь на авеля и на дар его хотя дар был именно от первородных овец а на каина и на дар его не призрел хотя дар был от плодов земли бытие 4 3 5 если же кто попытается примирить это пустыми рассуждениями которые мы и сами слышали то я все таки не вижу как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении писаний ибо часто в иных текстах это употребляется безразлично и я мог бы привести бесчисленное множество мест если бы не считал это необязательно однако нам будет довольна и того что сам апостол далее называет вообще дарами все приносимое в жертву вот послушай и комментарий Игнатия Лапкина небольшой кто будет читать наши комментарии просим соотносить их только со словом Божьим и со сказанным блаженным Феофилактом и не обижаться каждому священнику каждому православному мы на каждое их возражение и поношение скажем далее цитируется Феофилакт болгарский не вижу как он освободит себя от упрека в невнимательном чтении писаний действительно упреков можно сегодня очень много сказать священникам которые не сходятся с писанием либо невнимательно они его читают либо не читают вообще либо толкование искажают все переместилось с голгов в чашу я сколько исследовал я все считал исследовательски о том что в чаши спасения причащает нет этого ни одного слова это кровь дает жизнь жизнь а сегодня какая причащается каждый день и как у мертвого был курить такой оставался жизни вообще нету об этом нету а причащись вот приходит сын запился совсем что делать батюшка ну пусть придет причащиться его в храм пускать нельзя пса смердящего что бы ни взял все искаженное по причине то что нет Духа Святого здесь страха Божия нету а так бы уникнул что спрашивать когда сама жизнь подсказывает это время подошло к концу и только поэтому так ведут себя разрушительно совсем и вчера этот юноша такие вопросы задает про жертву а почему Бог не принял от него ну я говорю потому что без пролития крови нет прощения грехов хотя на другом уровне они уже это приносили в жертву а огурец как ты его принесешь в жертву или тыкву никак нет в этом и заключалось от земли плодов не принял Господь а как его разжечь огурец а мясо оно само горит когда разожгли оно горит и пролита кровь была кровь образно напоминающая о сыне божьем как агнце еще там какие-то толкования и другие находил но нигде не спорил прочитаем и все приятная такая беседа все еще перед глазами вы зайдите посмотрите сегодня я поставил ее называется Украина слово Украина на первом месте а это мог бы священник разрешить где а как батюшка ему некогда как некогда почему потому что занят другим что не надо делать то делает а покойник отпевает а зачем их отпевать плакать надо распелись и тут еще отпевать батюшка он рассказывает как люди надо канон заказать просчитать бабка заплатила сколько полсоти и на базар а священник считать должен стоять молотовые хористы надо больше платить надо вот на всем бизнес покойника приносят а крещен был крещен батюшка все ни документа ничего нету так а вы как хотите чтобы вас священник встречал вышел ну конечно ну тогда это не тысяча стоит а две с половиной ну ладно а вы как хотели с хором с хором но хор это надо всем 15 тысяч 15 а вы как хотели чтобы все было пропето и потом ну конечно это 38 тысяч а начинается то есть ничего нету ну ладно тогда приносите и все есть батюшка вышел с кадилом на крысе стоит машет все деньги хор остался поет деньги это не симония а что такое это 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 вот они все это придумают а где за что как взять священник привезли ребенка крестить а вы как хотите в полное погружение конечно в полное тогда не 3 тысячи надо 8 тысяч добровольное пожертвование так у нас нету цены добровольное пожертвование 8 тысяч без воды он тогда будет меньше крестить песком слюнями могут понимаешь это безумие и кто виновен я всегда в университете когда вел занятия говорил на скамье подсудимых если будет суд за развал страны за гибель людей первым будет сидеть учителя и священники потому что они имели доступ к душам ну пехарь там строитель какое отношение то никого не знает а это прямо обращался и мог повернуть вот так все я вот так вот разговаривал и рукой вот так вот махнул а здесь я руки-то зажал больной палец и у меня вот так вот получилось как на меня взялись это знак сатаны я ничего этого не трогал ну на ребенка когда бывает маленького идет коза деревья запущи глаза и глаза вот так вот делает ну кого так это знак победы виктори да все все знак сатаны вы сатане поклоняйтесь тогда ничего не знает вот я говорю у меня знакомый был баптист обратился мой знакомый он хороший баптист вы баптистов хвалите вы что еретик на меня я говорю я беру он пришел в православие бывший бывший ну тогда ладно еще я говорю он вышел молчанов Николай Нестерович я думал вот тут сидит варикина и он уже стоит свечки подает все уже знает и вышел и стоит вот я стою говорит я новенький православие а сам столько перетерпел сидел и там на взрывах ему ногу оторвало на одной ноге или эти люди никогда не были избраны Богом или Бог набрал у вас одних дураков только ничего не знают колотят молиться нельзя колотят а мы так стали 5 человек это уже стенка 5 человек никто не берет все наши как идет передайте передайте на нас зашел никто не передать а через нас это уже далеко не берут баптисты пришли к нам молиться они свечи не берут уже вслух это баптисты а мы стоим молимся кланяемся это баптисты вот эти вонючие свечи настолько дым от них катарахта священникам надо давать которое в алтаре молоко задымленность это всегда дают кузнецам таким где гай много но очистительная помните вам василий меняет профессию там с ней там наша работа трудная царей нам дополнительно молоко надо выдавать пошли пошли еврея 8 4 если бы он оставался на земле то не был бы и священником потому что здесь такие священники которые по закону приносят дары толкования еще подтверждает то что хотя не на земле имеет скинию но на небе однако от этого нет препятствий к тому чтобы быть священником и заметь мудрость на основании чего кого нибудь особенно мог бы утверждать что он не священник разумею конечно то что он не имеет места на земле где священствовал на основании этого сам наиболее утверждает что он с большой буквы священник и говорит что потому самому он священник что он не имел места на земле если бы он оставался на земле то не был бы и священником ибо были иные на земле священники и это обстоятельство казалось бы опровержением теперь же имея место местом неба и вознесший туда собственное тело там он ходатайствует за нас пред отцом отсюда так как он на небе то поэтому он по преимуществу священник земные священники когда жертвы приносили они ходатайствовали молились за народ а раз этот на небе то вроде как он теперь так он и вошел адвентисты говорят христос там перегородка и святилище и он туда перешел в другое в 1821 году вот это второе пришествие было это пришествие они ошиблись они предсказали когда приедет христос а жизнь продолжается они тогда начали туда переносить это там пришествие было с одного отделения в другой перешел сколько надо придумывать вот тебе семерка СД хочешь не хочешь понимали думаешь а всего то ничего надо совсем смириться до нас были отцы они понимали притом нигде это не сказано еще дополнительно рассеявшись и заходили благовествовали как они говорили вот такие вот ребятишки стоят жития такое есть двое родители на работе где-то они стоят а вот идет наш хозяин ну а не в рабах рабовладельческий строй был а вот это вот котул идет который там дворянин или барон давай ему скажем что-нибудь о Христе а что скажем ну как-то надо знать он думает что мы такие же он же жертвеные видов приносит нам так идут да давай ты первый будешь говорить я первый 6-7 лет здравствуй здраво вообще-то ребята такие веселые а мы не рабы мы рабы христовы чего а идет слуга рядом и говорит да это христиане живут как христиане да я после каждого жертвенного посылаю мясо а они его собакам выбрасывают как жертвенное мясо собакам ну представь себе об нашей бы чаши там сказали где-то ну и дальше они ребятишки то раскрутили а мы тебе не рабы а один пацанин говорит а тебе не кажется что котул это как ад какой ну по-детски то рассудили то родители идут с работы ничего разговаривают а их уже ждут здесь в кутузку и всех казнили дети малые подвели почему а это были избранники божии им не терпелось сказать другим а котул то совсем в бога не верит ну да ты посмотри как он играет тут пляшет и прославляет там какого-то Нептуна и все жизнь закончилась не закончилась она только что началась настоящая жизнь ему ничего не надо тот так это прибег себе все а я бы был маленький сказал бы знаешь что казнят да никогда никогда вот мы росли так вот сейчас мне вопрос задают ты видел Торбко задал мне вопрос Петр то ушел это кто там Павел говорит ушел в Аравию там то другое а у вас на меня было такое что вам было скристи надо молчанием силы набраться когда вы обратились к Богу я говорю у меня все было по другому еще ничего не зная о Христе я уже впадал в это состояние я молился маленький был уходил и молился у меня было это молчание я сказал больше разговаривать не буду три месяца ни одного слова не сказал и все считали глухонемой я это знаю мне не надо никуда было уходить а почему Петр не уходил он сразу пошел благовествовать пошел Павлу нужно было переосмыслить а мне нечего переосмыслить было я до этого переосмыслил в разных библиотеках все считал брал книги у знакомых когда Евангелие попало в руки для меня как будто вот такие слова пошли оттуда так говорит Господь вот так говорит у меня вопросов вообще не было меня никто не уговаривал там прими я сразу взял за карандаш стал выписывать вижу нельзя записывать потому что все божественно родители это зашли когда я говорю ну и как я говорю в этой книжке так много божественного ничего не знал она говорит не книжка это книга жизни книга жизни не слыхал такого понимаешь сколько в человеке всего и меня никто не убеждал только слово сказали я сразу понял это лучше чем то что я имею я сразу отбрасывал и по сегодняшний день вот один раз услышал один раз на чашкой не склоняется по сегодняшний день всех научил тысячи людей кусочек поднеси за край стола не завал за край санта я уже сам сказал и не облокачивайся а то есть я Рахов сказал стыдись облокачивание на стол то есть кто облокачивает это бесстыдный бесстыжие рожи вот один раз только услышал вот такая разница Серафима Саровского спросили ну почему у тебя получилось у нас решимости не хватает я обязан вот бывает она что-то задерживается уже 11 часов а я еще днем ни разу не молился у меня все как будто бы из рук валится вот это сделай сначала вот это помолюсь опять проходит время уже время поджимать делать никуда не денется на молитву чтобы не меньше 7 раз было к вечеру на молитве принуждать себя надо но я молюсь я молюсь расположение да ну никогда не будет расположения сердце глубокая яма колодец когда надо надо не лягу спать пока не прочитаю вот обязанность вот мы договорились я говорил дорогой вечером когда мы ложимся отдыхать в машине там в палатке Игорю Третьякову обходить вокруг нашей стоянки с собакой вместе и благословлять и прочитать да воскреснет Бог я однажды со шторку-то глянул а он уже залез под одеялами или там и как спать-то и в это время вспомнил он туда вылез и в одних трусах еще он майку снял не знает сам согнулся а его комары кусают там и он вокруг идет я знаю да воскреснет Бог обязательности а этот помнишь заваливает туалет ты должен я говорю он опять забыл выехали поворачиваемся уже далековато отъехали я тогда к нему и говорю ты не забыл свою работу это где я я туалет копаю а потом пластами закладываю нет а уже проехали лесополос это как врезал туда а мы стоим ждем его помнишь хорошо а как по-другому никак я должен сделать это а Бог делал чудеса вот у нас было ну так как Бог делает не можем съехать насыпи нету съезда и наконец на насыпь дорога идет на дорогу должен быть какой-то ничего нет кувыркни сюда все и наконец нашля уже стемнялось нам надо людей спрятаться разжечь мы за лесополосу заехали там видно там машины шумят прямо рядом совсем где какие дрова ну я ямку копаю а на нее решетку и под решетку дровишки маленькие уже закипит но ничего нету я на траву наступил что-то мешает разворачивать поленица лежит поленица такими вот такого размера какой надо вот такого примера и березовая трава встала никто ее не видит наступил прямо здесь господи помилуй брать-то страшно представьте ехали километры десятки километров и нигде сюда вышли сюда вышли и в темноте прямо к этой поленице кто ее когда сделал ну я может быть фанатик я думаю ангел другой раз едем кемерово мы не можем сойти тоже страсы едем-едем то холмы то коли наконец там он говорит лесок там может давайте сойдем за лесок туда пойдем а уже только тень видать уже ничего нету темно совсем мы сворачиваем страсы николай подъезжает туда так маленько давай еще подъедем еще проехал останавливайся остановились я взял лопату в темноте надо копать под эту копнул да к этому прошу раз тут когда ехали остановились прямо на ней остановились я то пласты то убрал все готово решетку сразу топливо с собой тут же разбили это в дороге только было сколько раз это нельзя даже вообразить как бог делает вот приехали большая библиотека что такое миссионерская поездка от бога бог идет впереди я только ноги подставляю все нас приняли хорошо и мы уходили они расположились не знаю как подождите маленько вот посмотрите вот поглядите стенд такой я посмотрел мы опаздываем нам надо успеть 5 городов пройти за день 5 районных центров одна подошла и говорит она позвонила всем библиотекарям в городе столичном чтобы все явились туда я когда-то отхожу они уже заполнили всю библиотеку незнакомая а директор меня в другую комнату вызвал и деньги сует вы столько всего сделали до дороги как я не надо бесполезное дело деньги сует почему бог один раз вышли так на улицу а женщина не то что толстая какая бывает такая ровная гладкая видно что такая видна там у меня фотография сохранилась она может сфотографироваться ну давайте повторю а может я вас поцелую так ахнул а вы я приехал у меня лица нету все это вот пятнами я с огнем вожусь там вообще никак что это благословение бог уже трон они уже ждали здесь я говорю в камеру зашел однажды я только зашел один такой белобрысый видный только парень мужик подошел а вы бог я говорю нет я человек а мне ночью было сказано что к вам в камеру бог придет я говорю он со мной пришел я ему дал новый завет показал что и он всю ночь переписывал а они до этого с одним играли в карты тут сидели с цыганом цыган убил дочку что не туда пошла а он теперь ничего не берет у него цыгана то этого а тот злится ходит а этот переписывает ну я уезжаю там дал еще мне дали много всего это все вспоминаешь что это это благодать не нападать на кого-то как сегодняшняя там это стареонов НТО Сережа все наверное да мы молимся а где же мой отрасль как он старается иди сюда твоя молитва сильнее нашей помолимся чтобы все было как по-божьему вот так ну все попойте ангел вот пьешь и благодать и чистая дерево радуйся и пакет и реку радуйся твой сын воскресет ледневно гробом и мертвые воздвигнувы люди веселитесь свети светися святись новое иерусалим и слава бога спутня на тебе обосея рекуй ныне веселись а сегодня ты же чистая красусь и богородица обоскания рождества твоего Любящий наш Отец Небесный, мы перед твоим милищем стали возблагодарить тебя за все, что ты даровал нам в тихое мирное время. Хвала тебе. Господи, какие тайны ты открыл святым отцам через апостола Павла. Научи нас ценить это. Ты дал понять, что такое быть в церкви твоей. Какого первосвященника безгрешного имеем. Слава тебе. И слышанное, помоги нам притворить жизнь и исполнить. Сохрани нас от отступления от тебя. Посети нищих, сиротов, одиноких. Всех в тюрьмах, томящихся за слово твое святое, убиваемых, пытаемых, укрепи. Болящих, поддержи и пошли им исцеление. Тебе, Боже, слава и хвала за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву, вздяние рук, как жертву вечернюю и благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей. Господи, соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И приби, Боже, Всебогущий, нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Слава Тебе за все во веки. Аминь. Аминь. Богу слава. Во веки веков. Тарася, ну-ка.